здравствуйте друзья сегодня мы на нашем канале покажем вам ранний весенний уход за черной смородиной но в целом он похожий очень на уход за красной смородиной крыльником так что тоже будет применим и так зима у нас уже закончилась и так посмотрите вот сейчас нужен у нас уже начали лопаться почки и сейчас последний момент когда еще можно как-то вырезать этот кустик кстати обратите внимание вот здесь вот слегка скрученный кончик ветви это нападала тля и вот это вот результат скручивания вот так вот побегов на этом месте у нас не будет уже ягод поэтому есть смысл его попросту удалить на самом деле удаление верхушек ветвей у смородины это хороший прием потому что он позволяет избавиться еще и от мышнистой росы которая тоже часто зимует на концах побегов вот наш перезимовавший кустик я осенью подсыпал компостом поэтому сейчас нет смысла добавлять сюда органические удобрения ну тут вот вылез какой-то чистотел я сейчас выброшу и имеет смысл немножечко вырезать этот куст потому что я вижу что тут есть старые ветви до которых я в прошлом году не добрался посмотрите молодые побеги которым один-два года они такие светленькие либо совсем светлые вот как однолетние либо светло-коричневая ветвящееся двухлетние победе черные побеги которым три и больше лет их обязательно нужно удалять удаляют их прямо в ноль вот мы вырезали побег раз мы вырезали побег два крайне желательно чтобы количество однолетних побегов соответствовало тому количеству двух-трехлетних и старше которое мы будем вырезать иногда есть рекомендация вырезать их совсем вырезать их не совсем а укорачивает до молодого разветвления но честно говоря я не вижу на смородине для этого основания иногда бывает так что на побеге вот здесь вот видно черное такое колечко выгрызенная внутри это смородинная стеклянница такие побеги тоже просто вырезают куст у нас должен стремиться к тому чтобы быть широким плоским и развернутым наружу смотрите я нашел побег который судя по всему поражен стеклянницей видите вот такое характерное черное внутри выгрызенная она начинает гнить и тут где-то у нас находится ее личинка побежал в общем вот такое вот мы в любом случае обрезаем так вот я еще по удаляю трехлетние побеги это уже такой довольно старый кустик ему лет пять его нужно очень хорошо вырезать вот этот я обрежу до красивого разведывания вот он уже у нас укоренился веточка наклонилась и мы видим что кончик ветви который прикопался случайно сам залез мне к отмостке пустил корешки на самом деле вот это вот готовый посадочный материал и если бы мне нужен был еще один куст смородины его можно было бы посадить итак друзья сегодня мы с вами вырезали смородину и посмотрели немножко про весенний уход за кустом да я еще совершенно забыл что как раз ранней весной имеет смысл немножечко подкормить наш кустик аммиачная селитра или карбамина вот у нас есть аммиачная селитра вот примерно столько ее нужно подсыпать под кустик это можно сделать прикорневую зону сейчас сухо сейчас нет риска что она попадет на листья и она обеспечит хороший на нашем канале вы сможете увидеть другие видео об уходе за растениями о борьбе с болезнями и вредителями о подкормках о выращивании рассады оставайтесь с нами подписывайтесь на наш канал и не забывайте про колокольчик